Инспекторы Госадомтехнадзора и члены общественной организации «Молодая гвардия» провели совместную акцию, направленную на пресечение парковки на газонах и зелёных насаждениях. Листовки с призывами не оставлять автомобиля в неположенных местах распространялись на тех участках города, где чаще всего выявляются нарушители. Ярким примером таких участков является проспект Победы. По обе стороны магистрали на зелёных насаждениях припаркован целый ряд автомобилей. Владельцам транспорта участники акции оставляют листовки. На них не только призывы соблюдать правила, но и напоминание об ответственности за их нарушения. За парковку на зелёных насаждениях – это у нас от 1 до 5 тысяч рублей. Парковка на детских площадках – это у нас 5 тысяч рублей. И парковка на клумбах и цветниках, и газонах – это от 3 до 5. Провести разъяснительную работу с водителями – такова основная цель мероприятия. Однако побеседовать лично с владельцами авто удаётся крайне редко. Вы знаете, в общем-то, я понимаю, что я нарушил. Ты приношу извинения. Очень приятно. Надеюсь, это просто вынуждено и крайне необходимости. Да, вот именно. Я инвалид второй группы. И мне пришлось. Если некоторые водители признают свою вину, как этот мужчина, то другие, чтобы избежать ответственности, идут на крайние меры. Смотрите, прекрасно. Видите, номера нет. Вот так человек пытается уйти как бы от ответственности. То есть он понимает, что он нарушает, но вот такая вот, как сказать, скрыть свою личность – ну, это на совести каждого. Подобные акции флешмобы проходят периодически в весенний-летний период, примерно раз в месяц. А вот рейды по выявлению нарушителей с целью их наказания инспекторы Госатомтехнадзора проводят два раза в неделю. В среднем за семь дней сотрудники ведомства выносят около ста постановлений. Луизей Гязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.